Здравствуйте! В прямом эфире программа «Время говорить». Обсуждаем сегодня транспортно-логистический сектор Казахстана. Он переживает этап бурного развития, я бы так сказал. Объемы перевозок грузов постоянно у нас растут, особенно транзитных. И сейчас в студии представители частной компании, которые присутствуют на этом рынке. Прошу приветствовать, это Олжас Аркбаев, начальник управления информацией и аналитики товарищества Premium Oil Trans и Марат Оукенов, который представляет управление по коммерции и маркетингу данной компании Premium Oil Trans. Я вас приветствую, здравствуйте, добро пожаловать. Давайте все-таки для начала поможем нашим телезрителям понять, что сейчас происходит вот в этом секторе, сформировать такое общее представление о том, какие есть тренды и тенденции. Да, Марат, с вас давайте начнем. В первую очередь хотелось бы отметить вообще понимание того, что транспорт сам по себе является частью логистики. И сейчас в мире мы наблюдаем переход от концепции транспортных компаний к компаниям, предоставляющим логистический сервис. И эти глобальные тенденции, они неминуемо приходят и в Казахстан. И я думаю, что сейчас как бы на гребень волны будут выходить те компании, которые занимаются не только переводом, не столько перемещением грузов из точки А в точку Б, а сколько будут предоставлять логистический сервис, который себя включает намного больше звеньев, намного больше, намного больше охват тех сегментов экономики государства. И, соответственно, как бы может служить именно драйвером роста. Но говорить уже следует именно все-таки, если следовать глобальным тенденциям, то все-таки следует говорить о логистике, нежели чем о транспорте. Если немножко шире раскрыть этот вопрос, я хочу все-таки понять, вот вы правильно сказали, может быть это устаревшее понятие, доставить из пункта А в пункт Б кратчайшим маршрутом или наибыстрейшим способом какой-то определенный груз. Ну, в вашем случае это нефть, нефтепродукты и так далее. Вы говорите о неком симбиозе транспортных компаний, которые должны трансформироваться в транспортно-логистические структуры. Что это значит и какую здесь позицию надо занимать государству? Ну, в первую очередь следует как бы отталкиваться от того клиента, который обращается в транспортную компанию. Когда компания предоставляет не только транспортные услуги, а логистический сервис, это означает, что клиент, обращаясь в компанию, не переживает о сохранности груза, не переживает об исполнении договорных обязательств, принятых на себя этой транспортной компанией. Когда все звенья логистической цепочки выстроены таким образом, чтобы клиент получил максимальное удовлетворение или получил максимальную полезность от, собственно говоря, своего запроса в первую очередь. С другой стороны, когда мы говорим о роли государства, то мы немного-то в данном случае смещаем акцент с позиций клиента, сколько пытаемся взглянуть на этот вопрос несколько под другим как бы ракурсом. Когда мы говорим о транспорте, не следует забывать о том, что транспорт это не только железная дорога, это автомобильные дороги, это авиавоздушные сообщения, это морской транспорт, это речной транспорт. Более того, и даже если говорить об этом, то личный автомобиль это тоже является транспортом, как и службы такси или общественный транспорт. И в данном случае роль государства, она с моей персональной точки зрения, она заключалась бы больше в степени координации усилий тех или иных компаний, пытающихся продвигаться в том или ином направлении развития вообще глобальной транспортной отрасли. Просто, к сожалению, сейчас как бы мы наблюдаем дискуссии в общественном пространстве, которые касаются только самой верхушки айсберга. То есть, если мы говорим о проблемах транспорта, то сейчас вот в последнее время актуальна проблема там отсутствия билетов, пассажирских билетов на железную дорогу в курортный сезон, в сезон отпусков. Если мы говорим об авиасообщении, то неизбежно мы сталкиваемся с такими новостями, как задержки рейсов, те или иные инциденты, связанные с авиакомпаниями, как это может быть и цена на билеты, и уровень оказываемого сервиса. Когда мы говорим о транспорте, мы сразу начинаем вспоминать о проблемах общественного транспорта как такового. Но вместе с тем, это лишь малая, это малая часть, малая видимая обществу часть, как таковой транспортной отрасли в целом. Потому что в глубине этого всего лежат огромный пласт, огромный пласт национальной экономики, связанный с перемещением тех грузов, товаров, которые Казахстан экспортирует или импортирует, или тех грузов, которые проходят транзитом через нашу территорию. И этот вопрос, он в большей степени обсуждается на уровне концепции, скажем, в экспертном сообществе. Но экспертное сообщество тоже не всегда склонно выносить на общественный суд те проблемы, поскольку общественный резонанс не будет вызывать. Очень интересно сейчас, какое видение у экспертов. В целом, вот, Улжас, подключайтесь к нашей беседе. Я хотел тоже добавить по поводу того, что государство должно, в первую очередь, если мы говорим, что надо развивать логистику, потому что до настоящего времени в основном развивался транспорт, и все столкнулись с тем, что надо все это оптимизировать, строить более эффективные логистические системы. Просто я понимаю, почему. Потому что не хватало там зерновозов, купили зерновозы, вагоны. Я не знаю, вагонов не хватало, купили вагоны. Все. То есть, вот такой простой подход, это очевидно. Но государство должно создавать условия для стимулирования логистики. То есть, чтобы те компании, которые занимаются этими услугами, они видели, какую реальную пользу они от этого получат, если они будут пытаться что-то оптимизировать, именно делать логистику. Давайте поподробнее об этом поговорим. Это все-таки новые реалии, я думаю, вашей сферы. Что говорят аналитические исследования рынка в целом? Ну, вообще логистика, она считается наукой 21 века. То есть, позволяет где-то сократить ненужные расходы на складирование, улучшить время, сроки, достатки. И, в принципе, например, даже если в железнодорожную сферу взять, если я быстрее довезу, то у меня будет меньше оборот вагона, соответственно, я меньше понесу затрат. Все это, конечно, сказывается на себестоимости готовой продукции. Чтобы уложить различия понятий транспорта и логистики, например, давайте взглянем на трубопроводный транспорт. Казахстан является экспортером нефти. То есть, большое количество нефти Казахстан экспортирует. Но вместе с тем, трубопроводный транспорт, он является транспортом. Но одновременно с этим, в отличие от некоторых других категорий грузов, он не рассматривается отдельно от его производства. Невозможно добывать нефть, не продумав изначально методы, способы направления маршрута транспортировки. Я уловил вашу мысль. То есть, вы сейчас говорите именно об этом. То есть, учитывая мощности, например, вашей компании или другой транспортно-логистический, надо думать о том, где производить, где разместить свои производственные мощности для того, чтобы удобно. Безусловно, абсолютно верно. Оказывать логистические услуги, транспортно-логистические услуги. Ну вот, к примеру, предприятие производит какую-то продукцию. Ну, идут простые обычные перевозки. Делается анализ. То есть, как они это возят, какие у них объемы перевозки, сколько на это тратится время. И можно увидеть там оптимизацию и прийти к производителю и сказать, ребята, вот давайте вы будете работать вот так, вот так, вот так. И вы получите пользу от этого. Что для этого надо? Это понятно, что следующий шаг. Это принцип, наверное, Амазона, да, американского и других крупных компаний, которые сейчас... В данном случае вы упоминаете, да, пока недоступны для нас глобальные уровни логистического сервиса. Нет, дело в том, что логистика, она является на самом деле наукой. Наукой, которая преподается в наших вузах, между прочим, в казахстанских вузах. Где изучается, где студентам преподаются уровни логистического сервиса. И когда мы говорим о таких компаниях глобальных, как Амазон, например, то мы говорим о буквально острие логистического сервиса, острие глобальной логистической мысли, которая, по сути дела, является нашей действительно окружающей реальностью для нас, как для государства в целом. То есть в данном случае Казахстан является частью мировой экономики. И никогда не следует как бы забывать о том, что находясь в глубине материка, в сердце Евразии, Казахстан неизбежно должен продумывать и решать заранее те проблемы, которые в потенциале могут коснуться тех или иных отраслей нашего народного хозяйства, как говорили, или экономики. Да, давайте послушаем нашего обозревателя. Вот у меня есть цифра, что за 6 месяцев у нас текущего года объем транспортных услуг у нас увеличился на 5,3%. Руслан Мирикова подключается. Руслан, тебя приветствую. У тебя по транзитному потенциалу, насколько он задействован, я так понимаю, да? Да, спасибо, Данил. Здравствуйте, зрители. Я хотел бы сегодня сказать именно по транзитному потенциалу ЖД-перевозкам. Учитывая наше географическое положение, думается, логистика посредством ЖД-транспорта могла бы быть одним из основных драйверов нашей экономики. Однако этого пока не происходит. Вот у нас огромная страна, протяженность магистральных ЖД-путей составляет более 14 тысяч километров. Кстати, во времена СССР казахстанская железнодорожная сеть была самой крупной в Советском Союзе. И надо сказать, что основная часть ЖД-путей тоже была проложена именно при СССР. И вот, находясь между Европой и Азией, у нас небывалые транзитные возможности. Это и в рамках нового шелкового пути, и в рамках программы «Один пояс, один путь». Одним из золотых жил у нас могут быть грузы и контейнерные перевозки. Вот, к примеру, на главной странице сайта КТЖ написано, что перед компанией стоит задача К 2020 году увеличение объемов транзитных контейнерных перевозок, а ежегодные доходы от них, ожидаются в размере 5 миллиардов долларов. Чиновники же от Министерства индустрии ожидают к 2020 году достичь ежегодных объемов 800 тысяч контейнеров. Знаете, 2020 год наступит меньше, чем через полгода. Уж не знаю, смогут ли прогнозы воплотиться в жизни. Вот многие бизнесмены, занимающиеся перевозкой грузов по ЖД, жалуются на постоянную нехватку вагонов национальной кампании. А учитывая, что скоро страда, а зерно отправляется за рубеж именно в вагонах, этот вопрос скоро станет очень актуальным. Знаете, я недавно был в Прибалтике, в том числе и в Литве. Так вот, несколько лет назад президенты наших двух стран торжественно запустили трансконтинентальный грузовой состав под названием Саули, что на литовском означает «расвет», а на казахском Саули – это «лучи солнца». И вот этот грузовой контейнерный состав должен был как луч прорезать кратчайший путь от Китая и до Балтики. И действительно, он был короче морского пути на 10 дней. Начиная от китайского порталя Нюнгань, его конечный путь заканчивался в литовском порту Клайпеда. В первое время этот поиск пользовался успехом, загрузка практически всегда составляла 90-100%. Но затем с каждым годом его популярность падала. Причина в том, что из Китая в Европу он отправлялся загруженным, а обратно из Европы он шел практически пустым. Состав стал невыгодным и его свернули. И вот я месяц назад был в Клайпеде, и этот состав стоит на одном из ЖД Птупиков в логистическом центре. И литовцы бережно его хранят в надежде на то, что он снова когда-нибудь тронется в путь к нам в Евразию. Так что в этой отрасли есть еще над чем работать. У меня на этом все. Данил? Спасибо внимание. Спасибо тебе за твое мнение. Точнее очень интересный тренд ты нам задал в нашем разговоре. Ждем тебя завтра. До свидания. Ну, есть какие-то мнения у вас, может быть, Марат, по поводу вот таких вот замечаний нашего обозревателя. И я бы все-таки хотел дальше, наверное, на проблемах сосредоточенно, если можно в целом. Ну, в первую очередь, как бы в рамках железнодорожной отрасли мы, безусловно, внимательно следим за теми процессами, которые происходят в рамках КТЖ. Потому что они, безусловно, не то что оказывают влияние на отрасль, а, по сути дела, отрасль находится под огромнейшим влиянием КТЖ. И если говорить о контейнерных перевозках, я думаю, что УЛЖАС может даже больше информации сообщить вашим телезрителям. В счастье того, что специальные исследования проводили мы в рамках нашей кампании для исследования того самого, пресловутого, транзитного потенциала нашего государства. Но и тут, я надеюсь, УЛЖАС, вот ты затронешь момент того, что каким образом, все многое зависит от точки зрения, с какой мы наблюдаем за этим процессом. Казахстан крайне заинтересован в этом транзите, крайне заинтересован в развитии этого потенциала. Но груз формируется, производится в Китае. Грузы производятся в Европе. А каким образом глядят те самые грузоотправители и грузополучатели на этот самый процесс транзита? Каким образом, что видит Китайская Народная Республика в развитии того самого «Один пояс, один путь»? Я думаю, что УЛЖАС может... Да, давайте УЛЖАС, пожалуйста. Да, я вот хотел добавить. Получается, если брать весь поток, который происходит между Китаем и Европой, то именно сухопутным путем это всего лишь 4%. То, что через Казахстан транзиту проходит. Все остальное это идет морем. То есть те грузы, которые требовательны к срокам доставки, они идут сухопутным путем через Казахстан. Примерно где-то 14 дней доставка сейчас идет. Но немного дороже выходит это. Но если морским путем везти, то это где-то 30-40 дней. Значительно дешевле. Но при этом Китай пытается все равно переориентировать больше именно на... То есть нас ждет в целом вот еще более увеличенные показатели в будущем, я так понимаю. То есть есть большие перспективы именно в грузовой базе, чтобы перевозить именно через Казахстан грузы. Но вопрос именно в инфраструктуре. Выдержит ли инфраструктура? Насколько мощности могут позволять переваливать эти грузы? Потому что мы же знаем, в Китае это колья 14-35, в Казахстане колья 15-20. Потом в Европе опять 14-35, 15-20. Это терминалы, которые должны переваливать тот объем, который заявлен для перевозок. Давайте вот несколько вопросов по WhatsApp поступило. Смотрите, интересуется телезритель по поводу Транскаспийского моста. Мультимодальные, я так понимаю, это перевозки, которые проложил кратчайший выход грузопотоков из Китая в Турцию, страны Европы. Что вы скажете по этому поводу? Ну, это опять же то, что мы говорили, логистика. То, что у нас сегодня каждый вид транспорта, можно сказать, оторван друг от друга. Трубопроводный транспорт сам по себе, воздушный транспорт сам по себе. Должен быть какой-то симбиоз. Я так понимаю, что ваша компания сейчас именно этим занимается, да? То есть это следующий этап вашего развития? Скажем так, это те перспективы, которые открываются перед любой казахстанской компанией, которые просто здраво, с точки зрения информации, анализа, будут подходить, в смысле, искать тот деловой подход, ключ к деловому успеху, именно исходя из той информации, которая на самом деле нас всех окружает. Потому что, когда мы говорим о Великом Шелковом Пути, давайте не забывать о том, что Великий Шелковый Путь, он проходил по южной части Казахстана. И направление, в котором двигался этот Шелковый Путь, это Персидский залив и государство Персидского залива. То есть это не только движение грузов между Китаем и Европой. Нельзя забывать о том, что на Ближнем Востоке, в странах Африки, в странах Средиземного моря живет большое количество людей, большая, скажем, потребительская база. И если воспринимать Китай как индустриальный центр нашей планеты сейчас в текущем формате, то он ищет те кратчайшие, наилучшие логистические решения для выхода товаров, произведенных в их государстве, на мировые рынки. И здесь ни в коем случае нельзя ограничиваться только этими регионами или воспринимать этот Шелковый Путь как путь, неизбежно проходящий через Казахстан. Поскольку Китай, он может инвестировать в развитие железных дорог и южнее Казахстана. Соответственно, для того, чтобы оставаться в тренде, для того, чтобы быть конкурентоспособными, нам ни в коем случае не следует забывать о тех инфраструктурных ограничениях, которые накладываются на игроков транспортно-логистической отрасли. Потому что имеющаяся инфраструктура, она уже накопила изрядный ворох проблем, которые сейчас пытаются решать, я надеюсь, с успехом решат менеджеры государственных компаний. Но вместе с тем здравый подход, я думаю, что он должен находиться и в той части, когда государство, являясь регулятором рынка, не должно забывать о том, что на рынке должна присутствовать не одна только государственная компания. Что другие игроки, они, будучи допущенными к этой самой инфраструктуре, могут приносить также позитивное, положительное влияние на развитие отрасли в целом. Ну, хотя бы, даже если возвращаться к примеру нашей компании, то основной подход, который исповедовал наш менеджмент, топ-менеджмент, это концепция удовлетворенности клиента, которому не нужно было решать, где найти вагон, кто выступит экспедитором для этого вагона, искать его в случае, если он где-то там задержался, оцепился, выяснять отношения в случаях задержки этих вагонов и возникновения различных дополнительных расходов. То есть, эта тема достаточно объемная и сложная для того, чтобы просто вскользь даже ее касаться. Еще от телезрителей, да, две минуты у нас остается, от телезрителей вопрос, ну, простые вопросы идут, значит, конкуренция растет, знак вопросов. И еще один интересный, чем дороже груз, тем выше стоимость перевозки. Ну, вот, такие два простых вопроса. Что у вас происходит на рынке здесь? Конкуренция у вас есть? Сильно вы чувствуете, ощущаете давление? Может быть, игроки извне приходят, например, на наш рынок? Да, конкуренция в любом случае всегда есть на тех рынках, где свободно компании могут развиваться, работать. Например, рынок операторов вагонов, его давно либерализировали. И в целом, каждая компания развивается. Ну, я думаю, что отрасль выиграла в целом, концептуально отрасль выиграла от этого. Ну, к примеру, в Казахстане один из самых молодых парков вагонов-цистерн. Именно как раз вот за счет того, что приобретались вагоны, каждый хотел какие-то получить определенные объемы. И за счет этого сегодня мы не испытываем проблем с вагон-цистернами. Ну, вот самое интересное... Давайте подводить итог, потому что у нас время уже выходит. В принципе, у нас осталась буквально одна минута. Все-таки сейчас в среднесрочной перспективе, что нас ждет? Ваш сектор, как он будет развиваться? Ваш взгляд. Это во многом будет зависеть от позиции, конечно же, государства. В плане координации усилий по развитию всех ветвей транспорта, всех отраслей экономики. Потому что транспорт, если говорить о труизмах, как говорят, что транспорт это кровеносная система экономики, то ни в коем случае нельзя забывать о том, что экономика есть базис. Транспорт неотъемлемая часть этого базиса. И от того, насколько правильно мы будем развиваться, насколько стратегически верные направления мы изберем в этом направлении, так, собственно говоря, оно и будет. Я думаю, что сейчас окно возможностей, оно достаточно широко открыто для нас и для тех здравомыслящих людей, которые есть в отрасли, безусловно, и которые, я думаю, прилагают все свои усилия для ее развития. Спасибо большое. Это был Марат Аукенов, начальник управления по коммерции и маркетингу товарищества Premium Oil Trans и его коллега Лжас Рыгбаев, который возглавляет управление информацией и аналитики товарищества. Я вас благодарю за эту беседу. Мы сегодня обсуждали тренды транспортно-логистического сектора Казахстана. Наша программа на сайте inbusiness.kz. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok